Сегодня мы продолжаем линейку, которая ведет в теплице социальных технологий. Мы говорим про ядра конденсации социального капитала, если вообще такое словосочетание возможно. Наша гипотеза состоит в том, что вокруг каких-то технологий возможно формирование новых качественных связей между людьми. Мне кажется, что платформа городских улучшений – это особенный вид, который, на мой взгляд, действительно подтверждает эту теорию, что это действительно происходит. И вот я хотел бы представить наших уважаемых участников дискуссии. И давайте начнем с Дарьи Буяновой, директор фонда «Добрый город Петербург». Ирина Корзанкина – активист проекта «Настоящая Вологда». Анатолий Курбатов – активист проекта «Красивый Киров». Активист общественного движения «Красивый Киров». И Стив Кадинс – координатор общественного движения «Красивый Петербург». С нами должен был быть создатель проекта «My City.io» Степан Митаки из Мурманска, переехавший в Петербург, потом переехавший в Москву. Но, к сожалению, он должен был лететь в Стокгольм, поэтому к нам не присоединился. Также передал проект «Привет» Алексей Шповалов из Перми, создатель платформы «Street Journal». Он, к сожалению, тоже не успел. Прежде чем мы перейдем к презентациям прекрасных проектов наших коллег, которые что-то меняют в наших городах, я, наверное, как обычно, веду в курс дела. И, собственно, попытаюсь рассказать о трендах. Я пересяду сюда, чтобы тоже как-то видеть, примерно о чем говорю. Но, в целом, в 2015 году Найт Фонд Найта сделал подробное исследование о гражданских технологиях, где он сделал такое кортирование и, с одной стороны, показал Open Government, но еще очень важная вещь – это комьюнити экшн. И комьюнити экшн – это целая сфера, вокруг которой, собственно, идет, по крайней мере, Найт сделал на фоне Америки. Но если вы посмотрите на многие платформы американские, они сразу их делают глобальными, то есть возможными к расширению. Поэтому мы не говорим только о каком-то американском контексте, мы говорим, в принципе, о контексте глобальном. И, я думаю, многие из платформ, которые появились из этого контекста, такого гражданского действия, действия в рамках сообщества, вы видите, да, это и АВАС, и Ченчорк, и Майсосайти, и много других различных проектов, партий, движений и так далее. Но все из них, всех их объединяет некая тенденция к использованию новых цифровых инструментов. В прошлом году, в 2015 году, мы в том числе вот со Стивом, со Степаном, которого здесь нет, обсуждали в целом гражданские приложения, их траектории, и в том числе классификацию с точки зрения того, какие действия могут осуществлять люди на этих платформах. И Мика Сифри, есть такой теоретик вообще в целом гражданских технологий, говорит, что, в принципе, можно разделить все приложения, отметить их на карте по отношению друг к другу, на графике с точки зрения двух осей. Это, с одной стороны, символическое взаимодействие, с другой стороны, влияющее. Символическое – это, например, то, о чем мы будем говорить на следующей секции. Это, например, подписание петиции, влияющее – это взять, собраться, сказать, что не будем больше ждать, мы что-то делаем. Или, например, пойти сдать кровь. С другой стороны, есть тонкое взаимодействие и толстое взаимодействие. Опять же, это, наверное, здесь издержки перевода. Идея в том, что многие приложения, как технические продукты, они могут, с одной стороны, предполагать очень четко определенные действия. Например, на платформе петиции вы можете только подписать петицию, или, в лучшем случае, расшарить ее, а на платформе поиска доноров вы, в лучшем случае, можете задекларировать свое желание сдать кровь. В лучшем случае, прийти, собственно, сдать кровь. И есть толстые взаимодействия, которые предполагают значительно более широкий спектр гражданских действий на подобных платформах. То есть, они изначально, у них нет какого-то четко фиксированного действия, а спектр, возможно, действий пользователей и граждан значительно более широк. Ну, вот в 2015 году я вот за последние 7 лет сделал такой анализ, в целом, какие гражданские приложения были. И здесь и вот так называемый FixMyStreet, это вот в том числе те приложения, к которым я отношу. Красивый Петербург, Красивый Кирк, да, по крайней мере, частично по их определяющему фактору, да, то, что это возможность сфотографировать что-то, отправить и дальше уже ожидать какой-то обратной связи, вот, по, собственно, исходному приложению, да, которое появилось в 2007 году, которое, собственно, такую механику впервые задало. Вот, но еще в прошлом году я говорил, что приложения, которые были созданы в России на переломе 2011 и 2012 годов, практически подальше, вообще так дальше время, да, почти что 40% из них только выжило, да, 61% просто умер через год, через два, вот. Вот, но тенденция в этом году, и я говорю про российские гражданские приложения, да, про платформы подобных изменений, статистика еще грустнее. Только треть всех приложений, всех вот подобных платформ выжила, это 28%, и почему? Да, во-первых, конечно, изменились условия, то есть Россия в 16-м году, это не Россия даже в 11-м году, и, ну, или даже там в 12-м, вот. Многим стало уже неинтересно, да, и здесь, наверное, нас будет постоянно, людей, которые будут пытаться искать какие-то переломные моменты в технологиях, которые качественно могут изменить общественную жизнь, да, это, прежде всего, за интерес разработчиков, дизайнеров, людей, которые как-то пытаются это сделать. В-третьих, это деньги кончились, да, денег нет, и многие решили не держаться, да, не держаться за свои проекты, вот. Ну, и, конечно, те проекты, которые быстро выросли, да, это вот, как говорится, да, за прямой пути котенок успел подрасти, да, это уже совсем не то, это небольшое предприятие, да, которое, собственно, взяли люди, и оно выросло просто и даже из самых первичных оценок, да, того, что это может быть. Вот. И дальше, как я анализировал, да, многие гражданские приложения, платформы, здесь пытались находить какие-то свои собственные результаты, да, это натуральное хозяйство, да, это, наверное, то, вот, как Стив описал примерно работу, работу Красивого Петербурга, да, это ноль денег, да, это и здесь вот в целом, как бы, действительно, это очень важно, и, наверное, Стив расскажет, да, как им удается, как вам удается работать практически без денег и на чем здесь вот плюсы-минусы. Вот. Во-вторых, это экосистемный подход, да, то есть это когда, например, организация успешно создает какую-либо платформу или сервис, понимает, что этого недостаточно, следует создавать экосистему, получает грант, формирует, соответственно, набор инструментов и пытается как-то именно на грантах создавать экосистему, где уже другие акторы каким-то образом пытаются изменять среду. Есть два полностью коммерческих подхода, да, мы бы определили с вами это как социальное предпринимательство. Один – это франшизный подход, когда в целом организация создает платформу для обратной связи, а потом начинают ее предлагать в целом фирмам, корпорациям и муниципалитетам, да, например, по такой модели пошло приложение Cyclic Fix, вот, в Америке, и, например, они, например, по такой же модели пошло одно российское приложение, наверное, многие из вас слышали название «Сердитый гражданин», да, если вы смотрели на статистику, где-то с 2015 года платформа уже не действует, а вот верхней плашкой показывается вот, что у нас есть бизнес-решение, да, потому что, ну, понятное дело, потому что активный гражданин, в общем, перенял палку вот такого сверху вниз, вот такую вот работу сверху вниз, вот, ну и транзакционный подход, да, когда каким-то образом городские платформы смогли внедрить все-таки, что где-то у них какие-то маленькие деньги между, происходят, проходят в результате действий пользователей, да, есть какие-то вещи, когда пользователи за то, чтобы что-то изменить платят деньги, вот, и здесь, наверное, краудфандинг наиболее интересен, это самые крупные, самые хорошо выжившие платформы, они действительно смогли сделать, что вот участие совместное в сборе пожертвований, и там, собственно, где-то были деньги, они смогли как-то вот на этом построить устойчивые модели роста. Вот, но помимо этого, что мы еще наблюдаем, да, это технологические инновации против устаревания существующих технологий, да, во-первых, как технологические проекты, социально-технологические проекты, вот, платформа существует в каком-то контексте, вот, и того, что у них их технологии устаревают, а вокруг создается все большее, вот, во-вторых, при этом общество тоже не стоит на месте и вырабатывается оффлайн-практики, накопление опыта, и формируется культура онлайн-поведения, я бы был очень признателен, если бы рассказали какие-то примеры того, как у вас появляется какая-то культура, и это, наверное, ну, не у вас, в данном случае, у ваших пользователей, да, какие-то обычаи, традиции, вот, потому что это, наверное, очень интересный социологический и энтропологический процесс, вот, и здесь, наверное, я закончу, и дам слово, вот, у нас начинается, собственно, заканчивал Стив, давайте, наверное, Стиву дадим первому голос, вот, Стив, расскажи, пожалуйста, про, собственно, вашу платформу городских улучшений, ладно, пожалуйста, у нас еще есть. Спасибо, я постараюсь максимально компактно, учитывая, что значительная часть тех, кто в этой истории присутствует были на прошлой сессии, для новопришедших расскажу в двух словах. Красивый Петербург – это движение инициативных граждан за улучшение качества городской среды. Собственно, в рамках этого доклада разберем простые принципы, да, человек хочет, горожанин хочет жить в чистом, благоустроенном, хорошем, красивом, замечательном городе. Очень часто вместо этого всего мы видим вот такую картинку. И возникает вопрос, как из этой картинки превратить хотя бы вот в такую картинку. Чтобы это сделать, нужно гражданину, ну, скажем так, не всегда, иногда это происходит по велению случая адресной программы, активности чиновников и так далее, но зачастую нужно проявить некую гражданскую активность и как минимум превратить вот это молчаливое недовольство в какие-то реальные эффективные действия. Это уже здорово и в этом действительно помогают вот такие платформы городских улучшений. В то же время очень важным этапом для современного гражданского общества является не только требовать формального устранения каких-то нарушений теми способами и в том качестве, которое могут обеспечить чиновники. К сожалению, это качество не всегда удовлетворительное, но и требует чего-то большего, чего-то лучшего. А для этого всегда нужно совершенствоваться, получать образование, изучать опыт других, чтобы требовать какую-то действительно высококачественную, хорошую городскую среду. Собственно, в двух словах, как вот эта гражданская платформа вообще образовалась. Вот здесь такой забавный скриншот с самых-самых ранних времен появления сообщества Красивого Петербурга, когда не было еще ни мобильных приложений, не было даже сайта как таковой платформы. Тогда просто несколько человек, объединившись вокруг простой очевидной идеи сделать город удобным для жизни людей, решили самоорганизоваться, собрать людей и пойти фотографировать проблемы, чтобы потом их отправить чиновникам. Тогда ожидалось, что мы там пятером пойдем, пофотографируем и отправим, а потом будем ждать. Как-то разнеслась эта весть, и в разных районах города больше ста человек собралось, ходило, фотографировало проблемы. Потом мы собрали гражданский штаб, куда все эти фотографии, там, нафотографировали больше двух с половиной тысяч снимков, пришли, и мы еще неделю это все разгребали и отправляли существующими на тот момент инструментами к чиновникам. Тогда, собственно, и пришло понимание, что нужна какая-то платформа, которая упростит этот процесс. Упростит этот процесс для абсолютно любого человека, чтобы для него решить, ну, скажем так, не решить, но хотя бы инициировать решение проблемы было бы так же просто, как скинуть в ВКонтакте фотографию нам. Тогда и, собственно, появилась идея создания, а потом и непосредственно произошло, появление и сайта красиво-петербург.рф, и в дальнейшем мобильном приложении, и тот, и другой инструмент был создан непосредственно самими участниками движения. Собственно, это ответ на вопрос, а как же можно сделать без денег. На самом деле это все стоит огромных денег. Просто эти деньги люди сами себе, условно говоря, платят. То есть человек жертвует своим временем и инвестирует самостоятельно в те разработки, которые ему интересно сделать. Вот на прошлой секции там рассказывали про то, как собрали денег на очень важное, но при этом не очень сложное технически мобильное приложение, и за полцены сделали за 240 тысяч рублей. И я вот сижу и думаю, это какие кошмарные суммы, на самом деле, инвестированные участниками сообществ в такие разработки. Я действительно не элементарные приложения. Таким образом, гражданская инициатива нескольких людей позволила прорасти и благодаря подходящей к платформе обернуться в очень, ну скажем так, существенные статистические цифры, которые не только в виртуальной пространстве существуют, но которые находятся отражением в реальных улучшениях города. И здесь уже речь не только про наш город. Вот мой коллега из Кирова потом расскажет и про их опыт. А сейчас еще буквально немножко заострю внимание, вот про онлайн уже очень много всего сказали, и были уже вопросы, а что в оффлайне, где вот сообщество, как эта гражданская инициатива живет за пределами интернета. За пределами интернета, вот как я упоминал в начале этого доклада, очень важно повышать уровень своей образованности, повышать понимание, как нужно делать город лучше. Для того, чтобы это сделать, нужно самообразовываться, нужно изучать умные книжки и так далее, и нужно исследовать город. Очень часто, чтобы предложить хорошую идею, нужно сначала понять предпосылки, понять, как работает город, что ему нужно. Один из таких примеров, когда исследование стало толчком для реального изменения города. Для тех, кто живет в Санкт-Петербурге, это абсолютно точно известная история, превращение участка Большой морской улицы, это прямо около Дворцовой площади, около арки главного штаба, в пешеходную зону. Для тех, кто не из Санкт-Петербурга, может быть, эта весть не долетела. Но, в общем, суть в том, что превращение участка улицы в пешеходную зону для Санкт-Петербурга вообще нонсенс, для абсолютного унылого консерватизма чиновников, но это получилось сделать благодаря исследованию, которое мы делали три года назад, и в течение трех лет чиновников добивались этого решения. В Москве, конечно, это смотрится странным, типа, ну, у нас тут этих пешеходных зон сейчас делают каждый год в обилии, и вообще все классно. У нас, к сожалению, так пока не происходит, и мы очень грустим, но пытаемся что-то сделать. Вот, помимо этого, был вот как раз вопрос, а вот все умеют жаловаться, на самом деле не все, тоже задачка правильно пожаловаться и что-то потребовать. Но, тем не менее, вот лучше бы взяли там лопатный грабли в свои руки и что-то сделали. Да, это происходит. Важный момент, ну, скажем так, естественно, это личная гражданская ответственность каждого человека, идти за кого-то делать работу или нет, но очень много объективно есть территорий, за которыми никто не ухаживает, там, по каким-то формальным бюрократическим причинам. И это действительно места, где если ты сам в руки не возьмешь лопату, там ничего не произойдет, и никто в этом не будет виноват. Кроме того, вот я уже рассказывал коллегам о фотопрогулке. Тот, с чего начиналось, это объединение людей, встреча в оффлайне вокруг идеи этой онлайн-платформы. Это акции по защите зеленых насаждений, защите исторического наследия. Как раз вот онлайн-инструменты позволяют людям объединяться. Это соцсети, это СМИ. Ну, собственно, все это делается для чего? Для того, чтобы добиться действительно удобного для жизни города. Пока что я не знаю ни одного в России города, который бы, можно было бы сказать, что все классно, они достигли более того, я не знаю ни одного города в мире, и даже прекрасные Амстердамы, Копенгагенны, которые приводят в пример, ну, практически идеальных с точки зрения городской среды, когда туда вживую приезжаешь и начинаешь изучать с верхушки своего опыта поиска бревен в глазах, ну, понимая, что нет, никто еще не достиг совершенства, и используя их опыт, где они, естественно, продвинутся вперед, используя наши технологии, наш опыт всегда, можно предложить лучшие решения. Собственно, этим все занимаются, гражданские активные люди. И очень важно накапливать этот актив и дальше, и делать вклад в этот социальный инкапитал. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста. Да, у нас буквально, может быть, пока вопрос на уточнение какое-то, пести его. Да, вот. Пока мы меняем презентацию. А у меня такой вопрос. Вот вы показывали, там, вот это бы слайд, что все просто, раз, два, три, да, как бы, замедли проблему, сообщили о них, да. А вот в чем можно подробнее рассказать про третий этап, вот, про контроль, в чем он вражается, как осуществляется, и еще такой вопрос. Вот, как бы, это вообще присутствует в системе, то, что, или вообще имеет ли это значение, если какое-то проблеме, то есть оно набирает больше ясность, то есть оно к проблеме присоединяется, как бы, больше количества человек, то есть они заявляют не один, например, а как больше людей, это вообще имеет какое-то значение? Значит, смотрите, если вот, начиная со второго вопроса, да, абсолютно точно имеет значение, если о какой-то одной проблеме заявляют разные люди, там, с разными фотографиями условно и так далее. То есть, если говорить о идейной составляющей, это суперважно. Опыт показывает, действительно, когда одного чиновника, у одного чиновника требует чего-то, там, 10 соседей, вероятность, что это будет исполнено. А это, прежде всего, что я вас реализовала как-то вот это? Нет, сейчас технически, там, группировка не реализована, это в новой версии сайта, кто сейчас уже проходит тестирование, это будет сделано, присоединение к делу и так далее, но с обязательной отправкой индивидуального своего обращения тоже, иначе юридической силы никакой не будет в этом объединении. Но как движение, как сообщество, такие компании, они проводятся, то есть, когда озвучивается какая-то проблема, и местные жители самоорганизуются, не в одиночку, кто-то один пытается что-то добиться, а много, отправляют обращение по одному адресу и действительно добиваются. Да, это реальность. Вот, и первый вопрос? Первый вопрос, вот, ну, у меня просто нет опыта. А, все, 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 я первый вопрос о контроле, я заметил правила, а в чем контроль? Да, есть закон у чиновников 30 дней, ну, там, плюс поправки 3 дня на регистрацию обращения, 7 дней на пересылку в случае не того ведомства. Вот, вот ФЗ-059, он четко регламентирует эти 30 дней, после которых у чиновника наступает ответственность за несоблюдение закона, если он не проявил какую-то свою обязанность, активность. Вот, то есть, безусловно, мы не имеем доступа и не имеем права на этот доступ и не имеем желания иметь доступ к переписке личной человека и чиновников. Поэтому контроль осуществляется исключительно за счет гражданской активности. И это в том числе цель нашего движения, чтобы у человека была эта гражданская активность, чтобы он не отправлял просто жалобу в пустоту, а дальше решите за меня. Но чтобы он чувствовал ответственность за эту проблему, которую он увидел, и чувствовал ответственность за ее решение. То есть, фактически... Правда, прощения, мы дожди на вас... Я сразу принесу извинения, если вдруг что-то скомкнуло, потому что решение, что я сюда дляеду, только вчера утром получилось. Вот, я продолжу рассказ Стива, и, получается, их приемник, сериал. Где-то в 2014 году мой друг увидел в соцсетях, что есть возможность эту платформу в любой другой город привезти, ну, как бы сайт. Мы быстро купили домик «Красивый Киров» и установили. Ну, сейчас мы сделали рублендинг, а сейчас красивенько так все. То есть, это заключается до города, местное, там, ротонда, фонтан. Вот. За два года через наш сайт было отправлено 3200 обращений, 900 рублей решено. Для 500-тысячного города Кирова — это просто огромное количество, на самом деле. Сейчас показатели, ну, подача жалоб заявлений уменьшились, потому что, ну, вот у меня на прошлом поможет от дома до работы было 17 проблем, их сейчас нету. То есть, ну, нечего подавать. Мы делаем фотопрогулки стандартные каждую весну, засылаем чиновникам. Это 400-500 писем в течение там 3-4 дней, получается. Когда мы первый раз так пришли, мы сразу нас вызвали в администрацию, сказали, что мы американские шпионы, что скоро наш грамм кончится, все провалится. Год прошел, ничего не провалилось, строя не провалилась, сейчас мы с ними, конечно, удачно партнеримся, но об этом расскажу дальше. Ну, так это все исходит. На онлайн каких-то вещах мы не стали останавливаться, мы очень активно появились в оффлайне. Скамейки в парке, скамейки на набережной футбольного поля, яблони Алии, Кедровая Алии, скамейки в другом парке. Ну, это только что было только за 15-й год, по-моему. То есть, мы очень активно участвуем тут у нас и на спортсменские деньги, и на личные деньги, и на деньги, которые собраны через интернет, и на деньги, которые, вот, допустим, Кедровая, внизу, по центру, она была посажена за счет средств семей, которые жили в окопарках, которые хотели построить. На этом месте был пустырь, и не то, что пузырь, там был холм, они хотели слезать и, ну, отжать землю. И мы посадили там, Кедровая, на майские праздники, назвали это все в честь 70-летия Великой Отечественной войны, и потом, я уже просто не приделась рука, это все в парк со стороны. Парк в центре города 20 гектаров. Ну, то есть, очень удачный пример. Дальше на этом тоже останавливались в центре стране, взяли пример наших старших братьев, и начали провести исследование. Это исследование прошлого года по основкам. Мы провели все 570 основы города Кирова по формальным признакам. То есть, у администрации есть нормативы, благоустройства, и мы взяли, там, наличие павильона 3 балла, наличие, там, урны 1 балл, подхода, ну, сделали 10-бальную систему. Обошли все основки в городе Кирове, их будет 570. Мы видим, что нормативам полностью соответственно, только 5 основок. Вот. Написали свои замечания каждому депутату по округу. Ихние ответы мы выложили в паблик, их показатели тоже сделали рейтинг, который разошелся по всем СМИ. В этом году мы рейтинг повторили, он закончился сегодня. И, ну, средний балл, если в том году он был 6.32, то в этом году 8.18 по фестивалю СМИ, то есть, там, 53 новых основки появилось. Если в прошлом году у нас город тратил на основку каждой основки где-то 49-50 тысяч, то сейчас он не тратит ни копейки, это делают спонсоры. Там строятся рекламные пилоны, основки современные, стеклянные. И если раньше город их содержал, то сейчас их содержит рекламодатель. Ну, соответственно, их гораздо чище, чем когда это занимается город. Это все было нам предложено, как бы, во время рейда. Мы взяли практики других городов. Также мы сделали замечание, что те основки, на которых присутствуют рекламные щиты, на рейте бесплатных объявлений, они гораздо чище, чем те, на которых нет. В этом году почти на тех основках города Кирова появились эти щиты и все основки почти чистые. То есть, ну, народ дисциплинировал это дело. Также не остановились на рейтинг, а все в этом начали проводить какие-то образовательные проекты. Также собираем деньги с помощью крифанта, привозим каких-то специалистов, они рассказывают о среде качественной. У нас, на самом деле, беда в провинции, что народ не понимает, как надо правильно жить. Они их до такой степени до стерасти все поела, что, ну, не понимают, на самом деле. Ну, лужа, грязь, они к этому привыкли. Через такие образовательные проекты мы как-то к этому все дело проводим в лучшую сторону. Конечно же, мы не остались... А, почему протест на акции? Когда мы запустили сайт, вокруг нас началось очень большой крыш и скапливаться. Соответственно, очень много СМИ было публикации у нас. Сейчас вот, допустим, ежедневно радио принимали эфиры, телевидение принимали эфиры. Там, не знаю, в городе что случилось, постоянно наши экспертные мнения спрашивают. Вот. Соответственно, мы на этой волне возглавили какие-то протекстные акции. Вот. В 14-м году отбили парк, в 15-м году отбили парк. В этом году мы администрацию держали, и в следующем году у нас в Кире пояс 30 новых скверов. Мы нашли для них место. Ну, сейчас было голосование запущено 25 ноября на сайте администрации. В этом деле мы запахнивались с общественной палатой Кировской области. Для понимания, за последние 9 лет в Кире было, если брать инвестор парков, 13 самых крупных парков. Из них 10 было или полностью, или частично застроено. То есть у нас была с этим беда. Протесты какие-то. Мы в результате развернули в совершенно противоположную сторону. Ну, публикации. Это наша команда. Ну, и понимаем, что мы запропонимировались на это сайт администрации города Кирова и сайт администрации Кировской городской думы. Ссылка на нас на главную верху. То есть до такой степени мы с ними прошли путь от американских шпионов до полноценных партнеров. Все. отлично. Спасибо большое. Тогда, коллеги, Влад, давай поменяем. Тогда я хотел бы представить Ирину Казанкину, активистку проекта «Настоящая Вологда». У нас в целом, когда мы пригласили много представителей платформ, но у нас как-то Северо-Запад активнее всего откликнулся. Собственно, Северо-Запад только и представлен. Здравствуйте. И Север. Да, «Настоящая Вологда» — это, конечно, градозащитное движение. Ну, наподобие… Ну, в Москве, наверное, многие знают Арханадзор. В Петербурге таких организаций несколько, ну, включая «Вайпик», тот же самый. И «Настоящая Вологда» она образовалась вот именно как градозащитное движение в 2011 году. 11, сейчас скажу, 21 ноября. То есть в понедельник у нас день рождения. И вот мы как раз хотели обмечать его сегодня. И все, ну, там, волонтеры, активисты собрались сегодня вечером там где-то в кафешке, вот они, наверное, сейчас сидят, а меня диригировали выступать сюда. Ну, я отставлю этого слова от того, как все начиналось. То есть это не была какая-то такая идея, чтобы давайте вот сейчас нам делать нечего, создадим градозащитное движение, будем учить Волокжан любить свой город. Нет, все начиналось с того, что, ну, в группе ВКонтакте было такое сообщество любителей старины, назовем их так, они там собирались, обсуждали старые фотографии, там, краеведили, проводили экскурсии. Ну, очень много к ним присоединялись архитекторы, урбанисты, просто неравнодушные там в Волокжане с ними ходили. И в какой-то момент, это вот как раз был 2010 год, они поняли, что скоро предмет их исследований, он исчезнет. Потому что к этому году там уже именно памятники архитектуры, не говоря уже вот признанные, которые занесены в реестр, не говоря уже о просто старых исторических домах, а Волкда славится именно деревянным зодчеством. Треть из них исчезла. И вот они осознали, видимо, такую вот острую необходимость что-то с этим делать. И так родилось открытое письмо, оно было адресовано главе города и губернатору, а также копия была проставлена в Минкульт. И случилось неожиданное для Вологда. Вологда считается таким, ну, патриархальным каким-то городом, с не очень высокой гражданской активностью. Ну, по крайней мере, это вот было до 2011 года. Но вот тогда, вот под этим открытым письмом «Защита деревянной» именно Вологда, потому что проблема была в том, что дома сжигались просто с какой-то, как стихи на Идец, когда это действительно было, подписалось 3000 человек. То есть в Вологда население у нас там 400, чуть больше, может чуть меньше, не могу точно сказать, но около 400 тысяч человек. А тут 3000 человек подписалось под этим письмом. Причем это были подписи не онлайн, а подписи вот именно на бумажных, вот этих вот, ну, бумажные подписи. То есть, и вот эта вот волна возмущения, вот эта вот поддержка, вот с этого и вот те люди, которые занимались организацией сбора подписей, они решили, ой, как классно получилось. И вот мы тогда решили встретиться, собраться, пусть узнать трот-трога, потому что до этого мы знали трот-трога только в онлайне. Вот. И самые такие заинтересованные собрались, и вот так вот началось, началось, началось наше движение. Вот. Ну и расскажу уже, что мы делаем, потому что, да, как бы поддержку людей мы чувствуем, но это получается, поддержку мы чувствуем, когда происходит что-то экстраординарное. И чаще всего это печальные поводы, там, не знаю, дом сгорел, там еще там, ну, в основном, да, или там кто-то что-то снес, хотят снести, что-то такое. Вот. Но мы стараемся, во-первых, людей, у нас есть группа ВКонтакте, да, это основная, она у нас идет с того момента, как была сначала просто встреча организованная, теперь мы это вот переделали в такой полноценный паблик, стараемся его вести, развлекать, как-то информировать, и еще вот мы что-то делаем в оффлайне. Мы, в частности, проводим экскурсии, не просто такие кримические экскурсии, а именно с упором на заострение проблем. Что вот мы видим? Смотрите, вот была проведена реставрация, эта реставрация была сделана очень хорошо, это там ужасно, это никакая не реставрация новодел. Ну вот примерно что такое, разозащитная экскурсия, и туда приходят иногда очень разные, интересные люди, и это помогает нам привлекать, ну вот, в Алабжан. Иногда на них приходят просто туристы, такие, о, как у вас интересно, ну, а вот у нас там, ну, там есть какой-то город, а расскажите, что нам делать, мы тоже тут как-то хотим свой город спасать. Потом что мы делаем? Субботники. У нас очень много домов заброшенных, они принадлежат муниципалитету, и муниципалитет почему-то не в силах сделать элементарные вещи. Просто убрать храм, хлам из домов, и заколотить окна двери, чтобы туда просто приходили бомжи, и не разводили там костры, и не устраивали пожары. Ну вот мы периодически, да, проводим субботники и придумываем городские квесты, там, с разными, не знаю, развлекательными штуками, которые помогают тоже вовлекать людей, но городской квест – это всегда очень интересно. Тоже у нас мы ходим в школу, придумываем для детей подания, которые бы заинтересовало их, потому что в школах нет как такового у нас «Волк да ведем» или еще что-то такого. Вот. Ну и еще у нас был такой проект. Два года назад проводили мастер-классы «Сам себе экскурсовод» – это уже для взрослых. Ну и различные акции. Если там что-то плохое случается, там у нас снесли памятник архитектуры, мы сделали там траурный день памяти этого памятника архитектуры, присоединялись к всероссийским акциям. Вот когда в Москве там была проблема с домом болконских, и читали «Войну и мир», мы тоже читали «Войну и мир», потому что у нас в Волге есть домик, так или иначе связанный с великим романом. У нас была акция «Снеговик активист», ну и там, хорошо, я это пропущу, я тогда сейчас пару слов что-то закончить. Что нам вообще удалось сделать, это вот мы очень гордимся этим, был дом разрушенный, и нам просто удалось собрать каудфандингом вот 217 тысяч, там чуть больше, за пару месяцев на консервацию этого дома. Ну, для Волги это действительно очень много. Вот. И люди у нас, вот благодаря тому, что мы как-то пытаемся с ними общаться, мы, конечно, получаем такую хорошую поддержку, они тоже нам постоянно звонят, говорят, что происходит на таком-то памятнике. Кто-то берет себе памятник, там, под крыло, под защиту, там, за ним следит, наблюдает, нам рассказывает, жалуется, гордан их. То есть, и вообще отношение у людей поменялось, если вот в 2011 году превалировало такое мнение, что «Ой, это все деревяшки, всех надо сносить, развалюшки-то теперь, ой, слушайте, тут досить, и как жалко, я тут там помню его с детства». То есть, вообще отношение у людей поменялось за вот эти пять лет. Ну, я думаю тогда, что я уже закончу. Ну да, и отношение к бизнесу поменялось, потому что сейчас есть заинтересованные бизнесмены, которые понимают ценности этого, и вот не хотят сносить и строить новодел, а хотят отрестагрировать и в этом домике что-то такое свое делать. Все, спасибо. Отлично, большое спасибо. Я здесь хотел бы извиниться перед тем, мы немножко затягиваем начало, буквально где-то на пять минут ровно на выступление Дарьи Буяновой. И единственное, я хотел только пожелать, чтобы, может быть, вы в Самаре как-то появились бы, потому что смотреть на Самару безумно, конечно, грустно. Я без презентации. В общем, рассказывать буду о добрых городах, появились они, это в основном оффлайн история, онлайн это тоже есть, но сейчас объясню. В 2006 году появился фестиваль Добрый Питер, городской фестиваль. Петербург город федерального значения, здоровый и благотворительность вообще была незаметной. Чтобы сделать так, чтобы большое число горожан узнали, кто такие коммерческие организации, что они вообще здесь есть, был придуман формат технологии. Технология была придумана на Западе, адаптирована просто, в общем, под нас. Она заключается в трех вещах. Первое, что есть общая проблема и общая задача, которая важна в масштабе всего города. В тот момент это была задача, что есть некоммерческие организации, которые действительно решают действительные проблемы, очень разные, да, совершенно разных спектров, там, от экологических защиты животных до помощи детям-инвалидам. Второе, что нужен способ, чтобы объединить большое количество заинтересованных сторон. В первую очередь, это самих горожан нужен инструмент, который позволил бы большое количество горожан сразу вовлечь. Но кроме горожан, естественно, бизнес, власть, СМИ и так далее. И третье, нужен какой-то координационный центр и какой-то удобный формат. Простой, по сути, да, но эффективный. И появился добрый Питер, который выглядел как торговые центры. Представляете, там, ОК, Лента или какой-нибудь сетевая торговая сеть. И вот 20 магазинов в городе есть. В каждом магазине в течение двух недель каждый день выходят разные некоммерческие организации. То есть, ну, вот самое большое у нас было 264 акции за 2 недели. То есть каждый день 20 акций было там с чем-то. и осуществляют сбор пожертвований, рассказывают о себе. Все это под единым брендом с одним координационным центром. Сейчас, 2016 год, у нас в России около 50 добрых городов. Появилось движение добрых городов. И, собственно, как движение, оно начало развиваться 3 года назад. То есть за 3 года получился плюс 35 городов. И это стихийно идет, мы не успеваем это отслеживать. В общем, что я хотела главное сказать. Первое, про то, что такое добрые города, не буду рассказывать. Есть вот такая вот штучка, я там положила открытка, на которой есть ссылка на сайт. Второе, есть два бесплатных дистанционных курса. И вот тут я хочу рассказать про то, как теперь выглядит платформа и в чем ее суть. Мы поняли, что когда грянул кризис и когда Россия необъятная, вы не представляете, мы до сих пор некоторые города даже не можем привести на конференцию, потому что стоимость проезда из этого города, например, куда-нибудь в регион, она такая, что мы тогда вообще никого не привезем. При этом организаций очень много, и они действительно разноформатные, и решают они разные вопросы. Но оказывается, когда кризис и когда ресурсов мало, организация оказывается в такой изоляции немножко. То есть как бы ниоткуда подцепить новые форматы и тренды. нужно с кем-то делиться своим опытом и вообще общаться, и нужны горизонтальные связи. То есть нельзя жить в вакууме. Нужно находить ресурс для того, чтобы поддерживать связи с коллегами, с партнерскими организациями. И очень со многими здесь на форуме мы говорили о том, что не хватает, что организация задает одни и те же вопросы, которые можно задавать друг другу, не обязательно вылавливать экспертов или платить за это. И вот, собственно, идея сейчас добрых городов. Зачем нужна эта платформа? Это платформа российская, которая выстраивает горизонтальные связи между некоммерческими организациями, разными совершенно, между жителями городов, самое главное, потому что масштаб, ну для Петербурга это мало, конечно, но где-то 10-15 тысяч человек за время фестиваля принимают участие, узнают. Сейчас это 11 лет, это уже определенный бренд. И третье, мы начали выходить в онлайн-формат, это как раз вот тот пример экосистемы, когда вот такая платформа существует благодаря, в том числе, поддержке грантовой. И мы стали делать дистанционные курсы, онлайн-лечилки и подобные вещи, которые позволяют распространять лучшие практики. То есть сейчас тот ресурс, который платформа дает в масштабе, получается, федеральном, заключается в огромном наборе абсолютно адаптивных для любой территории технологий, как можно собирать средства, как можно делать хорошие события фандрайзинговые, качественные, как можно объединять вообще на территории разных игроков, разных стейкхолдеров вместе в каком-то одном мероприятии. И, собственно, вот я вас очень призываю вот эти вот три бумажки там взять, когда будете выходить. Это бесплатные штуки. И это начнется регистрация с 1 декабря. Вот, правда, супер ресурс. И я уверена, что когда мы находим время для того, чтобы друг с другом меняться опытом, это дает вообще синергетический эффект потрясающий. И все. Да. Отлично. Большое спасибо. Смотрите, коллеги, мне наш координатор передал, что у вас Екатерина Шульман, эксперт со следующей панели, придет чуть-чуть позже, то есть буквально там три минуты, да. Вот. Поэтому у нас есть три минуты для того, чтобы задать коллегам вопросы. Если желающие, да, пожалуйста. А у меня, наверное, без микрофона будет слышать. А, вы знаете, лучше сказать. У меня будет вопрос... Не работает. А, не работает? Ну, тогда я сейчас буду с ним. У меня будет вопрос к Фологме и Кирову. Да. Мы реализовали проект в маленьком городе. Также шли таким же путем написать обращение. Мы столкнулись с такой проблемой, что ты пишешь обращение, через какое-то время тебя просто перезванивает мэр и говорит, ну ты знаешь, но у нас в ближайшее время не получится. И вот соблюсти вот эту вот линию, да, как бы, как вот вы обходили и сталкивались с этим? Да, да. Да, кстати, самое большое различие между Петербургом, не Кировом. В Кирове бюджета нету. И мы вышли из этой ситуации как? Мы сели с администрацией. Они, как бы, сказали, когда пришло много обращений, сказали, ну что, мы пришли, все равно это делать, ничего ни было, денег нету. Вот. Мы такие, 59 федеральный закон, мы сейчас прокуратуру и прочее, прочее, прочее. Они такие, ну, как бы, это плохо, там же платим штрафы. Вот. Мы решили в итоге не усугублять. Долго думали. В итоге в прошлом году два месяца в течение ежедневных встреч. У нас сейчас этот сайт работает как? У нас каждое обращение идет на рабочую почту того, членов, кто за это отвечает. То есть там незаконная реклама, горрекламу, там открытые другие теоруправления. Они минуты в 99 федеральный закон, ни одного обращения по которому нету. Они делают все, что они могут в плане своих каких-то средств. То есть так мы обошли. Ну, у нас немножко другая ситуация. Да, мы, конечно, ведем переписку активность администрации города, но у нас почему-то администрация города, ну, с проезжей головой была очень неповоротливая. И вот там те же субботники, про которые я рассказывала, что должна была делать администрация. Вот. Но поскольку написали запросы и просили их пинали, 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 и никак не могли их пинаться, да, мы понимаем, что если мы это не сделаем, то это никто не сделает и там конец долгу. Вот. Но дело в том, что про это пишут СМИ. Мы очень активно, новости наши появляются на всех практически СМИ, которые есть в Олде и Вологодской области. Да, и люди, горожане знают о том, что администрация бездействует и, грубо говоря, сами горожане делают за администрацию города то, что не делает она. Но мы еще нашли такой выход. Мы стали жаловаться на администрацию города в областную администрацию. Там есть комитет по охране памятников. Вот. И у него как раз есть возможность выписывать предписание и пинать администрацию. Вот тогда у нас администрация работает. Потому что ее за это штрафуют, когда она не выполняет предписание, ну, там, комитет по охране памятников. Вот у нас так. Спасибо. Да. Есть? Да. Пожалуйста. Есть ли еще вопросы? У меня маленькая еще ремарка. Деньги, на самом деле, есть всегда. Проблема главная в неэффективном их использовании. В любой город, даже маленький, где как бы денег нет, деньги есть. Лучший инструмент, вот, были ли вы на общественных слушаниях по бюджету? Скорее всего, ответ нет. Вносили ли вы предложение по корректировке бюджета? Это происходит как минимум два раза в год. Ответ, скорее всего, нет. Дело не в вас. Дело в целом в населении. Если будет гражданский запрос и гражданский контроль над расходами средств, и когда чиновники в следующий раз там впишут в бюджет развязку за 2 миллиарда, на которой можно там отремонтировать 20 городских улиц, ну, легким, косметическим хотя бы ремонтом. И у горожан стоит вопрос, ребята, а объясните вообще экономическая эффективность этой затеи? Ну, кроме того, что подрядные организации хорошо заработают построят эту развязку, и то, что на этой развязке там через 5 лет все равно будет пробка. Вот. Но у чиновников не будет ответа. Но они задумываются в следующий раз об эффективности использования средств. То есть, как правило, ответ денег нет, он, конечно, очень удобный, но если граждане начнут разбираться, в чем дело у чиновников, то в следующий раз уже не будут говорить, что денег нет, а подумают о переосмыслении адресных программ. Окей. Хорошо, коллеги. Я думаю, у нас уже подходит эксперт. Давайте поаплодируем нашим участникам. Я думаю. Спасибо. 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 Спасибо.